Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Показ документального фильма «Отрицание». Председатель Национального совета Армении с рабочим визитом отбыл в Арцах. В этом году правительство Арцаха приступит к проектированию работ по строительству трассы Ковсакан-Капан. Майк Помпео публикует карту, где Турция делится на части. В Сирии жители Раки и Дейр Эзора вышли на митинги против курдов. Хасан Киев рискует оказаться под водой. Монастырь Святых Апостолов – Луж. Армянское единство. Рада пригласить вас на показ документального фильма «Отрицание турецкого режиссера Кадыра Акина» во вторник, 12 февраля, в 18.30. Юнимейл, салон М11-30. Вход свободный. Фильм будет представлен Вигеном Чиатерианом, после чего состоится отсуждение фильма. Фильм «Отрицание» был снят Кадиром Акином. Фильм о событиях османского демократического интеллектуального движения и об армянском вопросе, как это было в 1893 году. В частности, он описывает историю армянских партий и борьбу за права. Для создания фильма основой служили исторические события ГУМ, ГАПУ, восстание Сасуна и Зайтуна, а также ограбление Османского банка и описание армянских депутатов Османского парламента в 1908 году. Во время публикации конституционного режима, а также борьбы, которую они вели там за социальные права. В фильме рассказывается о геноцидной политике, партии, союз и прогрессе. Документальный фильм основан на казни деятеля армянского национального освободительного движения «Парамаза», который был казнен вместе с 19 единомышленниками на площади Баязет в июне 1915 года. Снятый в Женеве, Базеле и Константинополе. Фильм полон отчетов и архивных материалов. Продолжительность фильма 55 минут. Председатель национального собрания Армении Арарат Мирзаян 8-10 февраля с рабочим визитом будет находиться в Республике Арцах. Как сообщили Армен Пресс, в пресс-службе национального собрания Армении намечаются встречи с президентом Республики Арцах Бакоса Акяна, председателем национального собрания Республики Арцах Гуляном, руководителями парламентских фракций, председателями комиссий и депутатами. 7 февраля правительственная делегация во главе с государственным министром Республики Арцах Григорием Мартиросяном отправилась с рабочим визитом в городские и сельские общины южной части Кашатакского района. В городе Мджаван Мартиросян ознакомился с планом строительства нового многоквартирного дома на базе одного из существующих зданий в бывшем жилом комплексе и проконсультировался с властями на месте. В Курсакане государственный министр провел расширенную рабочую консультацию. Государственный министр сообщил всем присутствующим, что в этом году правительство Арцаха приступит к проектированию трассы Ковсакан-Капан. Мартиросян посетил территориальную больницу, ознакомился с условиями, оборудованием и перспективами развития больницы. 4 февраля Майк Помпео приветствовал решение некоторых европейских стран принять Хуана Гаяда, исполняющего обязанности президента Венесуэлы. Он опубликовал в Твиттере карту, на которой представлены все страны, которые приняли такое решение. Тем не менее, страна, которая не признала Гуайдом, привлекла внимание многих пользователей. Это Турция, территория которой разделена на карте. Весь мир и особенно турецкий народ должны знать, что эта линия фактически является границей между Турцией и Западной Арменией. Согласно арбитражному решению президента Удра Уилсона от 22 декабря 1920 года и Севрскому договору, ратифицированному султаном Мехмедом V. Вопрос не в том, чтобы разделить Турцию, а в том, чтобы применить международное право к Западной Армении и к армянскому народу с обязательным и беспрепятственным правом исполнения. День за днем народ Турции соприкасается со своей историей, и им придется приспосабливаться к этой истине даже после векового мошенничества и вранья. Проблема этнической принадлежности армян как коренного населения, проблема исламизации армян, проблема ДНК турецкого населения, компенсация в отношении Западной Армении, проблема геноцида против армян, греков и ассирийцев, незаконная оккупация Западной Армении. Все жители Турции должны знать об этом и принять неоспоримую правду. Напомним, что после ратификации Севского мирного договора Западной Армении в 2016 году и после так называемого госпереворота в июле 2016 года в Турции российская телекомпания НТВ опубликовала карту, показывающую границы между Турцией и Западной Арменией, а также флаг Западной Армении. Напомним, что 29 декабря 1917 года Советская Россия приняла декрет о Турецкой Армении, Западной Армении и по этому декрету права армянского народа на самоопределение и в дальнейшем на независимость. 19 января 1920 года Верховным Советом Союзных Держав де-факто 11 мая 1920 года во время конференции Сан-Рема де-Юра была признана независимым и суверенным государством. 22 ноября 1920 года президент США Абудро Уилсон начертил границы Армении. Следует отметить, что Западная Армения не была признана Организацией Объединенных Наций из-за ее оккупации Турцией. Напомним, что в 1894 по 1923 годы на оккупированных территориях Западной Армении коренной народ Армении подвергся геноциду тремя турецкими правительствами. Город Карин, Эрзрум, является официальной столицей Западной Армении, которую признали союзные государства в 1920 году. В середине января на востоке Сирии на территориях провинции Рака и ДРС Зор, который контролирует поддерживаемые США сирийские демократические силы СДФ, отмечается рост протестной активности населения. Как сообщил источник федерального агентства, новостей местные жители выходят на митинги против тяжелейших условий жизни. Условия для жизни в провинциях сильно ухудшились из-за запрета, наложенного под контрольными США формированиями на оказание гуманитарной помощи правительством в Дамаске. Кроме того, курдские боевики расхищают гуманитарные грузы, поступающие по линии международных организаций. Акции имели просирийский характер. Их участники открыто выражали поддержку президенту Башару Асаду своими речевками «Нашими душами, нашей кровью, мы умрем за тебя, Башар». Участники акции сожгли флаги стран-членов коалиции Соединенных Штатов и Франции. Исторический город Хасан-Кейв в восточной Турции окажется почти полностью затоплен. В связи со строительством дамбы для новой ГЭС, передает BBC. Власти говорят, что плотина обеспечит страну электричеством и водой для орошения земель. Критики обеспокоены, что проект уничтожит древние памятники культуры, включая пещеры периода Неолита и радикально изменит местную экосистему. Один из трех монастырей, наряду с Акбер-Кванком и Матнаванком, армянской апостольской церкви в пяти километрах от города Муша, в ущелье реки Мегра-Гет, окруженном с трех сторон горами армянского Тавра, чуть выше густых лесов и гор Сасуна. Монастырь Сурб-Аракелотс был основан в VI-X веках в исторической провинции Торон, близ города Муш. Этот храм, как и сотни других армянских обитателей о Западной Армении, был разрушен во время геноцида против армян. В конце XIV века он был сильно разрушен во время нашествия Ленг-Тимур. В XV-XVI веках стали знаменитым и влиятельным центром письменности. В настоящее время сохранились только руины. Шедевром элегантной резьбы по дереву является дверь церкви, которая в 1921 году доставила археолога Ашабека Калантара из Тифлиса в Ереван. Монастырь имел обширные поместья и свои доходы. В 1872 году Горегин Сарванстянц основал при церкви вечернюю школу, в которой в 1886 по 1888 год учился известный федоин Геворг Чауш. Около церкви сохранилось кладбище с хачкарами. Согласно преданию, там были погребены Моффсес Хоренаци, Казар Парпети, философ Давид Анахт и другие, в честь которых церковь Аракелотс называлась также Церковь Святых Переводчиков. В 1915 году монастырь был разграблен и опустошен. В ноябре 1901 года отряд Андроника Озаняна и Геворг Чауша занял оборону в Сурб Аракелотс и провел боевую операцию по его защите от многочисленного турецкого войска, известную как Битва за монастырь Святых Апостолов. В течение 25 дней армянский отряд бойцов национально-освободительного движения успешно отбивал атаки на монастырь. Османские войска, осадившие монастырь, потеряли убитыми более тысячи солдат. Однако Андроник сумел вывести своих соратников из монастыря, потеряв только троих человек. Предводителем монастыря Святых Апостолов в это время был архимандрит Оганес Мурадян. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Маратуха Амульт. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь миром!